Приветствую вас! И у ситуации, которую вы описали, есть два аспекта. Первый аспект – это то, что мужчина, скорее всего, хотел, чтобы вы зарабатывали достаточно много, и у него были определенные планы, определенные виды на эти средства. Вы не пишите, как вы жили с ним до того, как у вас начали конфликты, но, тем не менее, я думаю, что мужчина, за счет вас, как-то пытался приобщиться к тому престижу, который имеет для него значение. Второй аспект – то, что мужчина сам в себе не уверен. Мужчина сам сомневается в себе в своих силах, в своем будущем, в своих перспективах, и хочет, вероятно, чтобы вы сами компенсировали и предоставили стабильность и уверенность для прошлых дней. Поскольку мужчина платит только основное, то есть коммунальные платежи и еда, то, вероятнее всего, на ваши деньги человек планировал как-то себя баловать. Ну, в общем-то, представляем все, как будто бы это совместная покупка, но пользоваться он этим бы стал самостоятельно. То есть мужчина чисто короткий интерес, но, поскольку имеет место быть его недовольство еще и ранее, более ранее, то, скорее всего, мужчина просто, ну, во-первых, мужчина, наверное, знаете как, завидовал вам, сперва завидовал, что вы работаете на такой престижной работе, а он на менее престижной работе работает, да? Вот. Когда мы уволили, мужчина понял, что это было очень здорово, что материальное положение у вас было очень хорошее, и он теперь начал жалеть о том, что вы автодушный, так как его, собственно, доход его не устраивает. В любом случае, гадать можно очень много, но, я думаю, это и скоростный, и личный интерес человека. И именно это ему нужно. Ему нужно, чтобы вы зарабатывали много, ему нужно, чтобы вы обеспечивали мужчине статус и престиж. Вот, можно сказать, а вот, вы знаете, у меня жена, там, работает в престижной фирме, там, и вообще, ну, например, там, я не знаю, для примера вас возьмем, например, как бы государственную корпорацию, да, скажем, «Лукойл», там, «Росснефть», «Газпро», ну, просто вот так, приколы ради, да, возьмем эти корпорации. Мужина тем самым возвышает и себя тоже. Ну, вот, вот беда вы решили сделать по-своему. И, конечно, для него это шаг назад, для него это удар по гордости, по самолюбию, по самооценке за счет вас. И, я думаю, не менее, не меньше отношений имеет потребительское отношение к вам. Как или иначе, мужчина думает только о себе. В этот момент он не считается с вами, он, судя по всему, не заботится о вас и ничего вам не покупает. Ну, кроме еды и коммунальных платежей. Соответственно, я бы не стал бы сейчас говорить о том, что вам нужно вот в обязательном порядке расставаться с ним, да, и что жить смысла, ведь вместо смысла нет. Я думаю, что нужно предложить сделать паузу в отношениях, потому что вам тоже не нравится, да, и так далее. И мужчине, в принципе, тоже не устраивать какие-то моменты. Снять паузу, побыть немножко друг к другу другу и посмотреть, какие вы будете испытывать друг к другу чувства именно на расстоянии. Если ощущения не оживут, если тяги друг к другу не возникнут, значит, действительно, нужно расставаться. Ну, а если у вас нигнете, если мужчина, например, у вас позвонит и скажет, что, знаешь, я скучаю по тебе, возвращаюсь и так далее, то, значит, ощущение все потеряно. Я думаю, что изначально проблема заключалась в том, что у вас был статус выше, чем у мужчины. Притахители сильного пола болезненно и своеобразно реагируют на то, когда женщина зарабатывает больше, чем они. Иногда, воистину, причинливые формы у такого вот отношения проявляются, например, вот как у вашего мужчины, который вроде бы сперва и придирался к вам постоянно, да, и пытался показать, что он лучше там в вас там-то разбирается, пытался себя надвысить как-то. И вроде бы вы понимаете, что, ну, мужчина хочет быть мужчиной, ну, вот, и, казалось бы, что вы уволились, и он назвал вторую работу, в общем, живи и радость, но нет, мужчина все равно не удовлетворен с собой. В первую очередь, хоть он с собой, не с собой не удовлетворен, не вам, с собой, вы его какие-то желания не удовлетворяете. Вот спросите его, в первую очередь, чего он хочет. Ну, попробуйте, пока вы еще вместе, попробуйте спросить, чего он хочет. Не спрашивайте его о том, вот вы тут говорили, да, вы спрашивали, значит, так, что ему нужно. Вот вы спрашивали, да, на все ваши вопросы, либо злость, либо молчание, либо ответ, либо ответ не знаю. Спрашивайте, вот что ему нужно. Вот вообще, чего бы он хотел в жизни. Задайте ему этот вопрос. Что для мужчины ценно? Что для мужчины представляет наибольшую ценность? Если он вам тоже на это скажет «не знаю», тогда, простите, либо человек сам запутался в себе и действительно не знает, куда ему идти. И это страшно, потому что мужчина, не знающий, куда он идет и к чему стремится, это без преувеличения очень жалкий человек. Либо он вам не доверяет. И то, и то, в принципе, очень плохо, потому что отношение без доверия, в принципе, невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаю всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!